Добрый день, меня зовут Анна Халепа, я Project Manager в Unity Traffic в компании Комплета. Сегодня хочу поделиться с вами кейсом одного из наших клиентов по контекстной рекламе. Наш клиент занимается разработкой и производством интеллектуальных систем управления технологическими процессами и оборудованием. Также он производит готовые решения для вентиляции, системы отопления, для насосных станций и прочего. В 2021 году клиент обратился к нам и обозначил такой вопрос, что контекстная реклама перестала работать. До 2019 года клиент самостоятельно запускал контекстную рекламу, заявки лились рекой, были продажи, в общем канал окупался. Но после случилась какая-то проблема и перестали приходить заявки, перестали продаваться именно с заказов по контекстной рекламе. За это время, до 2021 года клиент пробовал различные варианты, различный тест проводил, анализировал все данные. Первое, что это он создал отдельный сайт для своей целевой аудитории с ценами ниже рыночных. Как раз проверял гипотезу по поводу того, что цена не влияет на продажу на самом деле в его тематике. В принципе эта гипотеза подтвердилась, рекламные компании не стали приносить больше заявок и эти заявки не стали лучше конвертироваться в продажи. Также наш клиент тестировал автоматические стратегии с оптимизацией за конверсию, но также эти тесты не принесли никаких результатов. Есть предположение, что это все-таки работа крипты от Яндекса и она, скажем так, не может выцепить узкую специализированную целевую аудиторию нашего клиента. В результате сотрудничества с нами мы достигли таких результатов. Получили 305 уникальных заявок по цене чуть выше 1000 рублей. За 4 месяца сотрудничества было продано оборудование клиента на сумму более миллиона трехста тысяч рублей. Сейчас попробую подробнее рассказать, как мы это сделали, как мы добились этих результатов. Первое, что мы сделали, это провели аудит ранее настроенных РК. По результатам этого аудита мы выявили несколько проблем, которые могли повлиять на плохие результаты. Одна из проблем это неэффективные ключевые слова. Большое количество ключей расходовали бюджет, но не приносили никаких конверсий. Такие фразы надо отключать. Результаты они не приносят. Еще одна проблема — слишком узкая аудитория для автоматических стратегий. Аудитория была сильно сужена различными корректировками от минусации площадок и операторами по поисковым словам. Так делать не стоит. Автоматические стратегии должны обучиться, и для того, чтобы обучиться, им нужна именно широкая аудитория, без каких-либо сужений извне, ну то есть со стороны того, кто настраивает рекламную кампанию. Также наш заказчик использовал мало форматов рекламных объявлений. Динамические объявления хорошо себя показывают в поиске, смарт-баннеры хорошо себя показывают в сетях. У компании обширный ассортимент продукции и компонентов, которые инженеры могут искать по артикулу или точному названию. В данном случае динамические объявления будут полезны, потому что автоматически формируют заголовки объявлений как раз по названию товара или по артикулу, а смарт-баннеры будут полезны в рекламных сетях. Также у клиента было много дублирующих компаний с похожими настройками. В таком случае компании могут конкурировать между собой, и это будет сказываться на показах и стоимости клика для клиента. Наш специалист рекомендует для б-тестирования использовать Яндекс.Эксперименты. Это сервис, который разграничивает аудиторию показа на непересекающиеся сегменты, и таким образом рекламные компании не конкурируют между собой. Далее мы разработали план действий, который состоял из таких шагов. Первый шаг — это завести новый аккаунт в Яндексе. С учетом того, что клиент остановил рекламные компании, качество этого аккаунта упало до пяти, и это могло негативно повлиять на наш перезапуск рекламы. Вторым шагом регистрируем составную цель из всех звонков, писем сайта и заявок. Таким образом, эта цель будет регистрировать все успешные лиды, и с помощью нее далее можно будет оптимизировать рекламные компании. Также планировали протестировать автоматические стратегии для рекламных компаний, но при этом не сужать аудиторию, как было настроено ранее. Также создать фид для динамических рекламных компаний и запустить рекламные компании на аудиторию Lookalike по успешным лидам и сделкам из CRM самого клиента. На первый месяц мы поставили план 18 квалифицированных лидов по стоимости чуть выше 6000 рублей. При этом квалифицированный лид — это обращение в компанию, в рамках которого клиент может оказать услугу, ну то есть сделать продажу. По результатам тестового запуска в первые три недели мы получили такие результаты. Компания Lookalike сработала первой и принесла 12 заявок по стоимости 600 рублей. Компания по ключевым фразам принесли 17 заявок по стоимости также около 600 рублей. Динамические объявления в поиске принесли 10 заявок по стоимости также около 600 рублей. Мастер компании показал себя не с лучшей стороны, сначала не работал, пока мы его не перевели на автоматические стратегии. После перевода на автоматические стратегии получили три заявки по стоимости 1000 рублей. Смарт-баннеры оказались единственным форматом, который не принес результата. Не было зафиксировано ни одного лида, только микроконверсия. Мы не стали продолжать эксперимент со смарт-баннерами и перераспределили этот бюджет на другие рекламные компании. Рекламные компании по ключам в сетях также показали хорошие результаты. Лиды по этим компаниям принесли прибыли около 200 тысяч рублей. Таким образом, за первые три недели теста мы потратили чуть больше 30 тысяч рублей на рекламный бюджет и получили 45 заявок, 23 из которых клиент квалифицировал. Цена квалифицированного лида получилась в четыре с половиной раза меньше, чем мы прогнозировали изначально. Итак, какие выводы мы сделали по результатам запуска рекламных компаний для нашего клиента? Самый первый и главный вывод — контекстная реклама работает даже в такой нестабильной ситуации. Не упускайте возможность использовать все подходящие форматы для вашего бизнеса и иногда лучше перезапустить кампании с чистого листа, чем пытаться восстановить работающие ранее компании, даже если они были эффективными. Итак, сколько это стоит? Аудит рекламных компаний всегда индивидуальная цена. Для того, чтобы узнать, сколько стоит аудит именно ваших рекламных компаний, обращайтесь к специалистам комплета. Введение контекстной рекламы от 60 тысяч рублей в месяц. Над проектом работали наш контекстолог Юлия Антонова и руководитель юнита трафика Сергей Сухоплюев. Спасибо за внимание.